Мы начинаем. Я рада вас приветствовать на вебинаре образовательной компании Reload. Меня зовут Парадулина Оксана Александровна, я являюсь старшим методистом образовательной компании Reload. И сегодня хочу вам рассказать, какие изменения произошли в издательской цепле «Интернациональ» в 2020 году, какие новинки появились, какие линейки ОМК мы можем предложить для разного типа образовательных учреждений. Начну с того, что образовательная компания Reload – это эксклюзивный дистрибьютор издательства «Интернациональ» в России. И начнем мы говорить о пособиях для детей, для детей с 6 до 10 лет, для начальной школы. Но прежде чем начать, приступить к рассказу о существующих пособиях, я хочу сказать, что в издательстве «Интернациональ» как никогда у нас появилось очень много новинок. А существующие пособия, которые уже давно являются популярными, они практически все получили переиздание в прошлом году или в позапрошлом году. Соответственно, думаю, что для большинства из вас то, о чем я буду сегодня рассказывать, будет новостью. Издательство «Интернациональ» также в настоящее время двигается в ногу со временем. Соответственно, почти каждые ОМК у нас сейчас имеют огромное количество компонентов. И какой плюс для этого издательства, я вижу, как преподаватель, то, что очень большое количество компонентов выложены на сайты данных ОМК. Регистрация на этих сайтах бесплатная, и все, что там находится, а находится там очень много, оно доступно к бесплатному скачиванию. Это могут быть флеш-карты, это может быть аудио, книга для учителя, дополнительные упражнения, интерактивные задания. Итак, мы начнем с абсолютной новинки для начальной школы. Это новый ОМК для детей с 5 лет, который называется «Клемантин». Хочу сказать, что мои слайды будут как на русском, так и на французском языке, но рассказывать я буду все на русском языке. Итак, новое пособие для детей с 5 лет, «Клементина» или «Клемантин», оно состоит у нас из двух уровней. И предназначено для детей с 5 лет, где самый первый уровень является полностью коммуникативным уровнем и не подразумевает обучение письму и чтению. Каковы компоненты в этом ОМК? Это книга для учащегося с DVD. На DVD находятся песни и комиксы. Также в состав ОМК входит книга для учителя с тестами, комплект аудиодисков, постеры, картинки, флеш-карты. И, как я уже сказала, двигаясь в ногу со временем, в данном пособии есть компонент, предназначенный для работы в слайде на интерактивной доске. И, как вы видите, все сайты я вынесла на каждом слайде. Если у этого ОМК есть сайт, то он находится на слайде. И у этого ОМК есть свой сайт, на котором очень большое количество бесплатных ресурсов и компонентов. Это новинка у нас абсолютная. Те, кто уже ранее был знаком с ресурсами, с методиками для обучения детей начальной школы, Все прекрасно знают, что у нас был замечательный учебник «Зигзаг». И вот в последнее время его переиздали во втором издании. Это учебник, это пособие для детей с шести лет, либо с первого класса. И состоит этот ОМК из трех уровней. «Зигзаг-1» представляет уровень самый начальный, а «1.1». Все эти уровни, они соответствуют европейской шкале. И по-французски первый уровень называется «Дебютан». Второй уровень представляет уровень начальной школы «А1.2», «Дебютан», «Авансе». И третий уровень для продолжающих изучать французский язык представляет уровень «А2.1», «Элементер». Количество часов, которое вы видите на слайде, оно довольно приблизительное. 60-80 часов на учебный год подразумевает не более двух часов изучения французского языка в неделю. Из чего состоит данный учебник, данная пособие, данный комплекс. Учебник с аудиодиском, рабочая тетрадь для ученика, книга для учителя, комплект дисков, цифровые ресурсы и бесплатный сайт в интернете. Несмотря на то, что сейчас сайт издательства «Клиэнтернациональ» временно не работает, там проводятся технические работы, я зашла на сайт «Дигзаг плюс», и его сайт доступен, он работает, и, конечно, количество компонентов, доступных к скачиванию, огромное. Меня очень порадовало наличие флеш-карт, которые можно скачать и использовать при работе с данным, и не только с данным учебником. Чем отличается новое издание «Дигзаг плюс» от предыдущего издания «Дигзаг»? То, что у нас теперь здесь появилось замечательное видео. Видео находится на сайте. Также в связи с тем, что сейчас многие образовательные организации готовят своих детей к сдаче международных экзаменов, здесь появился новый компонент в рабочей тетрадочке «Подготовка к сдаче экзамена Дельф-Крим». Это экзамен для учеников начальной школы. В книге для учителя у нас также находится сборник тестов, и, как я уже сказала, для любого пособия у нас есть компоненты для интерактивной доски, скачиваемые флеш-карты, портфолио и интерактивные упражнения. Предлагаю вам после того, как вы скачаете данную презентацию, зайти на сайт и посмотреть внимательно, что есть, какие компоненты на сайте этого учебника. Следующее пособие нам давно известно. Оно, наверное, является самым наиболее популярным УМК для начальной школы. И наш капитан Альянс Францесс давно и успешно работает у Алекс и Зуэ. И в прошлом году этот УМК получил переиздание, и сейчас он называется Алекс и Зуэ плюс, и состоит также из трех уровней. Предназначен для детей от 6-7 лет, покрывает 1-й, 2-й, 3-й классы начальной школы. Уровни, первый уровень А1, 2-й А1, А2, 3-й А2, и так же количество часов приблизительно 70-80 часов. Какие у нас изменения произошли? Вы знаете, что у данного УМК много компонентов, да, то есть у нас здесь и тетрадки для чтения есть дополнительные, и для письма. В книге для учащегося вложен буклет, который покрывает собой знания детей франкофонии и цивилизации французской. Опять же в рабочей тетрадке мы видим тренажер, дополнительные задания для подготовки к сдаче экзамена Дэйф Прим. Также в рабочей тетрадке находится аудио. На диске, кроме аудио к учебнику, у нас есть все песни, рифмовки и считалки. И появилось новое дополнительное пособие, которое называется Декуверт Фитюрель, где, как вы понимаете из названия, у нас находятся различные задания по культурным особенностям Франции и языка Франции, французского языка. Книга для учителя, она у нас обновлена и расширена, и также там в ней находятся центры. У Алекса и Зои также есть свой сайт, вот он выделен здесь, Алекса и Зои, Куэнкле, Интернациональ Куэнком, и там можно скачать 120 интерактивных упражнений, портфолио, флеш-карты, видео и так далее. Также предлагаю после презентации в свободное время зайти и посмотреть, какие изменения в этом ОМК произошли. Курс ОМК для начальной школы «Жюдоранж» также обновился, и сейчас он называется «Новой Жюдоранж». Он претерпел второе издание и также состоит из двух частей, которые покрывают уровень начальной школы А1. А что у нас изменилось в этом учебнике? А у нас опять же добавилась практика, тренажер для подготовки к экзамену «Дельфь Юниор А1». Также добавлена интерактивная часть в рабочую тетрадь, и у нас к учебнику добавлен DVD. Таковы компоненты этого ОМК. Кроме книги для учащегося, рабочей тетради, книги для учителя, у нас появились файлы самоконтроля для копирования или рабочие листы. Также портфолио для копирования. В комплект входят такие компоненты, как постеры, электронная версия учебника. Предназначен также на 2 часа в неделю и количество часов 70-60-80, да, мы можем его обозначить. Это интересный учебник, покрывает начальную школу, вызывает интерес к изучению французского языка. И, естественно, как любят специалисты для интернациональных героев, они участвуют в разных историях, и очень много комиксов в учебнике находятся. Это что касается у нас учебников для начальной школы. Переходя к следующему этапу, к учебным пособиям для подростков, я хочу сказать, что с 2018 года в образовательную программу любой общей образовательной школы изучение второго иностранного языка стало обязательным для всех школ. И, соответственно, уже в 2019 году все выпускники получили аттестаты, в которые входили, в котором стояли оценки за него. Школа может самостоятельно выбрать второй иностранный язык. Я сталкивалась с тем, что это может быть и французский, и немецкий, и китайский, и испанский, в зависимости от того, есть ли квалифицированный специалист в школе, либо у родителей и детей есть какие-то дополнительные пожелания. Вот. Какого класса вводить иностранный язык в школе, это тоже решение принимает сама школа. Не могу сказать, что французский язык, к сожалению, у нас популярен, но, тем не менее, он есть, его изучают. Изучение, конечно, оставляет в школах желать лучшего. И хочу предложить вам, какие учебники, такие учебные пособия мы можем предложить вам для использования, для обучения второму иностранному языку в школе. Здесь также я не про все учебники расскажу, какие существуют для средней школы, но лишь про те, которые имеют достаточное количество уровней, которыми мы могли бы покрыть классы средней школы, начиная с 5-го или с 6-го. Но вы понимаете, что с 7-го, 8-го класса начинать изучать иностранный, второй иностранный язык, это, наверное, уже не совсем целесообразно, поэтому будем речь вести о 5-м, 6-м классе. Итак, учебник Мерси, уже несколько лет он у нас в России продается и предназначен для школьников в 10, 11 и до 15 лет, покрывает два уровня, А1 и А2, что делает его как раз достойным учебником для изучения второго иностранного языка. Уровни 1 и 2 – это уровень А1, и уровни 3 и 4 – это уровень А2. Любой ОМК, о которых мы с вами сегодня говорим, он, конечно, в первую очередь является коммуникативным. Здесь у нас также количество часов, как и в учебниках для начальной школы, от 70 до 80, что нам делает возможным его использовать на 2 часа в неделю. Подготовка к сдаче экзамена, в данном случае экзамена Дель-Жюниор А1 и А2, также является возможным с этим учебником, потому что в данные ОМК входят дополнительные упражнения, тренажеры, которые позволяют тренировать именно формат этого экзамена. Что входит у нас в состав ОМК? Это учебник с дивидеромом, тетрадка для работы дома, книга для учителя, для преподавателя, ресурсы для преподавателя, которые подразумевают работу с разным типом учеников, сборник упражнений для ксерокопируемых упражнений, отдельные странички для подготовки к экзаменам, портфолио, комплект дисков для работы в классе, постеры, а также версия цифровая для работы в классе с интерактивной доской. Следующий учебник у нас не поменялся, но почему я его решила ввести в презентацию, потому что он достаточно популярным является, и у него также много уровней, что позволяет его также сделать достойным учебником для изучения второго иностранного языка в любом типе образовательной организации. Говоря о новопиксель, мы его также можем предложить для подготовки к ОГЭ, у него 4 части, и он также предлагает у нас, покрывает 2 уровня. На уровнях 1 и 2 это А1, и на уровнях 3 и 4 это уровень А2. Количество часов также 60, 70, 80, то есть 2 рабочих часа в неделю. В компоненты входит учебник с дивидеромом, рабочая тетрадь, книга для учителя, комплект дисков, компоненты для интерактивной доски и бесплатный сайт в интернете опять. Каковы его преимущества? Почему данный учебник является достаточно популярным? Потому что в школах у нас, конечно, идет особенность такая, мы учим детей очень углубленно читать. Так вот, именно ОМК Пиксель имеет направленность, это обучение чтению и развитие фонетических навыков. Для 5-8 класса он является идеальным для второго иностранного языка, как в общеобразовательной школе, так и в любом другом типе образовательного учреждения. Следующий учебник, несмотря на то, что он у нас уже очень много лет находится на рынке, это продолжение ОМК Алексезуэ. Тот же автор написал и известный методист Ами Кумпани, и буду говорить о том, что также этот учебник у нас использует Альянс Францесс для подготовки, для изучения французского языка с детьми в средней школе. Его направленность, это развитие навыков устной и письменной речи. Он у нас имеет 4 уровня и в отличие от предыдущих ОМК покрывает 4 уровня общей европейской шкалы. Первый уровень учебника это А1, второй уровень А1, А2, третий А2, В1 и четвертый В1. То есть здесь у нас при окончании изучения французского языка на 4 уровне дети получают хороший уровень В1 и готовы, также уже будут сдавать ОГЭ. 70-80 часов на учебный год, то есть 2 года в неделю. И если вы не видели в другом случае учебник, скажу пару слов. Комиксы, герои, литературные персонажи, это те, кто являются главными героями каждого уровня этого учебника. Каждый уровень это произведение французской литературы, представлено в форме комиксов. Говоря о сюжетной нити, на первом уровне это три мушкетера Александра Гюма, на втором уровне отверженные Гюго, на третьем новеллы Гиды Мопассана. Какие компоненты у нас? Учебник, рабочая страсть, комплект дисков для ученика и для работы в классе, книга для учителя и ресурсы для интерактивной доски. Также книга для учителя содержит достаточное количество материалов для ксерокопирования, портфолио, тренировочные задания для подготовки и сдачи экзамена ДЭЛИ. Следующий ОМК, он у нас двухуровневый, мы его можем предложить не только в школы, но и в частные языковые центры, в частные школы, потому что этот учебник достаточно популярный и покрывает три уровня на двух уровнях учебника. А1, А2, Б1. Он у нас представляет 60-70 часов, то есть тоже два часа в неделю. Компоненты это учебник с диском и тетрадка для учителя, книга для учителя, тренажер для подготовки к экзамену ДЭЛИ, жюниора 1, А2, цифровая версия учебника и всех его компонентов для интерактивной доски. И вот такой новый компонент, эксклюзивный инструмент для учителя, ТЭК-эвалюацион, комплект из трех CD-ROM, где учитель может делать индивидуально каждому ученику тесты, диагностировать знания каждого ученика и готовить к даче экзамена. И вот здесь у нас два уровня, это на теле тоже. Следующий учебник, этот учебник мы бы его порекомендовали для школьников старшей школы, то есть 10-11 классы, либо подростки в языковом центре, предназначен для старших школьников. Покрывает два уровня, А1 и А2. И он достаточно необычный учебник, потому что здесь идет обучение французскому языку через те реалии, которые являются для наших подростков близкими. Это соцсети, это телешоу, это ситкомы, это различные онлайн-варианты, где они находятся, то есть где они общаются. Его также можно порекомендовать для подготовки ГИА. И в компоненты входит учебник с дивидеромом, тетрадь, книга для учителя, комплект дисков и ресурсы для интерактивной доски. ЭКО-жюниор, этот учебник также мы можем предложить для старших школьников, то есть для учеников 10-11 класса, впервые изучающих французский язык. То есть специально для этого возраста, для старших школьников 9-10-11 класса. Его также мы можем порекомендовать для подготовки к датчику старственного экзамена. И у него три уровня, которые покрывают уровни общей европейской шкалы с А1 до В1. Предназначены на 2 часа в неделю. И в состав входит компоненты учебника с дивидеромом, тетрадь, книга для учителя, сборник тестов с аудио, диски для работы с классом и цифровые ресурсы для работы на интерактивной доске. Что мы можем предложить для подростков, изучающих французский язык в качестве дополнения, в качестве развития навыков грамматики? Вот очень часто преподаватели не знают о том, что существует у нас отдельное пособие, именно созданное для развития навыков грамматики для подростков. Это граммерку ЭН-АДО и тренирует грамматику на двух уровнях. Это пособия А1 и А2. Назначена для любых учеников, школьников, школьного возраста. И учебник содержит у нас еще аудио-сиди, потому что там также находятся не только грамматические задания, но и задания по аудированию. Также в учебник входит брошюра с ответами и транскрипции аудиозаданий. В презентации грамматики через граммерку ЭН-АДО применяется коммуникативный подход, то есть каждый раздел начинается с диалога, где употребляется новое правило. Мы его также можем назвать проблемный подход. В самом учебнике, кроме ярких иллюстраций, мы увидим практические упражнения с ситуациями с жизнью, близкими для подростков, а тесты у нас представлены в виде игр, пазглов, а также в конце учебника у нас находятся полные точные справочные таблицы. Для подготовки к экзаменам, если вы видите вот этот слайд, все картинки у нас абсолютно новые, потому что учебники, зная о том, что у нас экзамен меняется достаточно часто, учебники у нас тоже все обновились в новом издании. И для подготовки к экзаменам в начальной и средней школе список УМК, список пособий здесь полностью представлен. Что у нас здесь? Для начальной школы Дельф Прим А1, для школьников АБС Дельф Жюниор Сколер с уровня А1 до уровня Б2, а также для старших школьников, для взрослых, дающих международные экзамены, нас обновились пособия АБС Дельф с уровня А1 до уровня Б2. Новый учебник АБС Дельф, который готовится к экзамену высокого уровня С1, С2. И вот еще три вида пособий для подготовки к другим видам международных экзаменов, они также на этом слайде у нас есть. Пару слов скажу о пособии для подготовки к сдаче международного экзамена подробствов АБС Дельф Жюниор Сколер. Зная о том, какой огромный выбор пособий для подготовки к сдаче международного экзамена есть во всех созданиях, хочу ваше внимание все-таки сконцентрировать на данном пособии, потому что оно развивает все языковые навыки, содержит две упражнения экзаменационного формата по чтению, говорению, аудированию, письму, и что очень важно, образец задания, экзамена в каждой части, плюс в тестовом виде по три варианта для самопроверки в конце книги. На сидероме у нас находятся дополнительные интерактивные упражнения и все аудио, а также видео. Что у нас есть в видео? Очень важно при подготовке к экзамену получить для подростков советы, как вести себя на экзамене. Они все связаны со сдачей экзамена. Что брать, не брать, как преодолеть ситуацию стресса. Вот эти советы по коучингу при сдаче экзамена, они у нас находятся в видео на дистанционном. Также в книжке есть тест. Вначале так называемый плейсмент тест, который позволяет определить уровень владения языка и проверить свои издания. И брошюра в конце учебника вложена. Она содержит не только ответы, но и транскрипцию аудиозаданий. Сейчас перейдем к учебным пособиям для взрослых. И, конечно, хочу начать с нашего бестселлера, учебника, который несколько лет назад выбрал Альянс Францезен. И вы видите новую картинку. У нас наконец-то появился высокий уровень C1-C2. Он вот только-только. У нас горячий пирожок. В конце презентации я расскажу, где все эти учебники можно купить, где найти о них информацию. Говоря о тандам. Первое. Максимальное количество уровней в данном УМК. 5. С уровня А1 до уровня C1-C2. Рекомендуется для подготовки к международным экзаменам. И какие компоненты он содержит. Это учебники для студента, рабочая тетрадь, книга для учителя Сидерома, файлы самоконтроля, тесты для подготовки к экзаменам, портфолио для каждого уровня, постеры. И, что очень важно, электронная версия учебника на флешке, на USB. Также очень большое количество компонентов находится на сайте данного УМК. Предлагаю также потом туда зайти и повнимательнее посмотреть. Следующие два учебника, про которые я буду говорить, это учебники, которые за два уровня будут, такой интенсивный курс французского языка предлагают. Вид Эбьен, когда я изучала этот учебник, я взяла эти два слова в интернет, в гугл. И первое, что я почитала, вид Эбьен не всегда хорошо. Но я надеюсь, что в данном УМК на самом деле это не так. Так, вот, и чем хорош еще этот учебник, он экономит нам деньги, он не содержит рабочие тетради, потому что это все в одном. В одной книжке и учебник, и тетрадь. И каждый уровень уже большее количество предлагает, то есть от 120 до 140. Он интенсивный, но не сопрощенный. Также в учебнике находятся диск с аудиозаданием и ответы к упражнениям. Этот учебник также выдержал в прошлом году второе издание. Что у нас изменилось? У нас добавились коммуникативные задания, у нас появился финальный тест, изменились иллюстрации, ну и обложки, вы видите, тоже учебники изменились. И появился новый уровень, уровень В1. Учебник интеракцион, он похож на предыдущую УМК, он также у нас на двух уровнях, и, как вы видите, он тоже полностью обновился. Здесь на трех уровнях, пардон, две картинки, но уровня три. Предлагает уровни А1 и А2. Этот курс уже будет не столь интенсивный, как предыдущий, то есть он будет, может быть, для тех, кто изучает французский язык для удовольствия, для саморазвития, для интереса. Ну и вот, конечно, очень позитивный, интересный учебник, который в компонентах имеет также книжку «Сутан-Ан», то есть все в одном, учебник рабочей тетрадиидером, и ответы в конце учебника. Также, что у нас еще входит в комплект, у нас входит книга для учителя, и, что очень интересно, здесь у нас есть также версия для работы в классе, и для работы в классе на интерактивной доске, а также у нас здесь находится большое количество DVD, то есть видео для просмотра в классе, которые сопровождают каждый урок учебника. Ну, такой интересный учебник, не очень быстрый. Теперь будем говорить о дополнительных компонентах, о том, что может помочь нам развить навыки чтения. Ну и когда мы говорим о чтении на французском языке, естественно, в первую очередь мы имеем в виду адаптированное чтение для школьников. И издательство «Клейнтернациональ» нам предлагает две серии. Первая серия называется «Коликфюн де Кувердж», и вторая серия «Ликфюран францесса филе». Эти серии также у нас обновились, то есть у нас появились новые уровни, у нас появились новые наименования. И вкратце расскажу, что собой представляет серия «Де Кувердж». Это книга для чтения для подростков, а также для взрослых. Семь уровней покрывает А1 до В1-2. Ну, здесь просто уровни разделены на две части. На 48 страницах каждого, у каждой книги для чтения находятся аутентичные, адаптированные к уровню владения языка спекты. Третьем уровне – произведения классиков, которые сопровождаются многочисленными иллюстрациями. И что очень важно, конечно, книги для чтения содержат задания перед прочтением, после прочтения, монословарь, сноски внизу страницы, и задания для контроля понимания прочитанного. Ответы к упражнениям находятся в конце пособия. И некоторые книги для чтения сопровождаются аудиозаписами, которые, чем могут быть полезны, потому что они записаны не только носителями языка, но и представляют собой разработанные пьесы, которые сопровождаются музыкой, спецэффектами, и позволяют окунуться читателю в самый водоворот забыль. Серия «Лекстюра у Францеса Филь» с прошлого года у нас обновилась новым компонентом. У нас появилась в этой серии «Позлектюр Фасиль». Что это такое? Это книга, которая в обязательном порядке сопровождается аудиодиспом и покрывает уровни владения по-турским языком с А1 до В2. Серия «Лекстюра у Францеса Филь» обычная, как мы к ней привыкли. Она содержит так же, как наравне с предыдущими наименованиями, которые никуда не делись, новые наименования, скрывает уровни с А1 до В1. Говоря о французском языке для делового общения, конечно, в первую очередь я бы хотела выделить курс, который называется «Кортье дассер». Он у нас уже стал трехуровневым курсом. Чем он интересен? То, что он сопровождается видео. Каждый урок, каждый раздел учебника сопровождается видеоэпизодом, на котором студенты, которые изучают беловой французский язык, смогут увидеть реальные ситуации бизнес-общения. Предназначен не только для взрослых, но и для старших школьников. То есть, если, допустим, речь идет об общепризывательном учебном заведении, мы могли бы предложить «Кортье дассер» для использования в какой-то сливе по деловому французскому языку. 120 академических часов, то есть достаточно много. Их компоненты сходит учебник с DVD, рабочая тетрадь, книга для учителя, и на отдельной флеш-карте цифровые ресурсы для интерактивных доступов. И опять новые картинки. Очень приятно видеть, что очень много поменялось. Для французского, для специальностей, мы будем говорить не только для взрослых, но и опять же для старших школьников, у нас третье издание выдержал французский УНКОМ. О чем это говорит? Оно говорит о том, что этот учебник очень популярный. УНКОМ для делового французского языка имеет два уровня. На первом уровне А1-А2, на втором уровне А2-В1. В учебник также входит витерон, на котором записано все аудио и 80 интерактивных утверждений. Также есть тетрадка, книга для учителя. Афер Плэнком также обновилась в третьем издании, и чем отличается третье издание, то, что появился уровень авансер. В учебник также входит витерон, на каждый уровень по 6 видеосюжетов все аудио, тетрадка и книга для учителя. Вот этого не было ранее, если мы говорим о французском пистелите, у нас появились новые пособия французских для туризма, который так и называется бон-вуа-яж. На двух уровнях пока представлен, и готовится к экзамену в области туризма на уровне А2. Вот такой экзамен оказывается у нас. Книга 3 в 1, то есть учебник, рабочая тетрадь и DVD, видео и аудио. А также в список видео находится видео Мишлен Буа-яж, да, то есть мы все знаем, что это такое. Также в состав компонентов входит книга для учителя. И еще одна новинка Parallel Mode, пособие для тех, кто изучает моду, либо хочет работать в области моды на французском языке. И представлены на уровне А2-B1. Это также 3 в 1. И хочу еще раз отметить, что эти учебники одноуровневые, то есть только один учебник пока. В книге вложено аудиосиск, также есть книга для учителя и количество часов от 80 до 100. Для кого предназначен этот учебник? Ну, я знаю, что у нас есть различные среднефициальные заведения, которые изучают моду. Вот, я думаю, что это будет самое то для них. Вот такая новиночка интересная у нас появилась. И хочу перейти к одному из самых известных способий серии прогрессива. Что это за серия? Картинки опять новые, они обновляются. Уже много переизданий эта серия также выдержала. Что говорит о популярности этой серии. И вот первое, что, конечно, хотелось бы отметить. Для колец нуля, для клюку не данную моду. Самая известная серия развития этих навыков по конкурсу. Каждый учебник содержит до 450 упражнений. Аудиодиску, электронную книгу, а также дополнительные упражнения на сайте. Вот тут, конечно, список достаточно большой. Я его полностью весь выписала. Какие языковые навыки мы развиваем в этой серии. Значит, для грамматики у нас уровни с А1 до С1 представлены в этой серии. И появилась новинка граммэр без ассер на уровнях А2, Б1. Это один учебник. В области развития навыков лексики до С2 у нас лексика. Теперь может быть, может изучаться с уровня А1 до С2. И появилась новая пособие в локабилер без ассер – деловая лексика, которая также представлена в одной книге и представляет лексику уровней А2, Б1. Коммуникацион представлен в четырех-пяти вариантах. А1, А1, А2, Б1, Б2, 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 Б1, Б2, 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 Б2. То есть также до уровня профессионального. И появилась также новинка – коммуникация в сфере делового общения. Коммуникацион без ассер – представленная на одном уровне А2, Б1. Что еще у нас есть? Литература с А1 до Б2, цивилизацион с А1 до Б2, фонефик. На уровне, в первом уровне А1, во втором А2, Б2. Фонефик отличается. Портограф с уровней А1, Б1 и Нагилька. Не было ранее, конжидезон. С уровней А1 до Б1. То есть серия, конечно, расширилась. То, что хотите, можете здесь найти. И для кого предназначены эти учебники, они предназначены для любого изучающего французский язык, в УЗИ, в языковом центре, даже для студентов языковых. Следующая серия по развитию языковых навыков называется «Колекцион диалога». И картинки у нас также обновились, потому что серия выдержала переиздание. Что это у нас? Это пособие CD-аудио с аудиодисками, в которые лексический, грамматический, страноведческий материал вводится в виде диалогов, а затем отрабатывается в упражнениях. Что входит в эту серию? В серию «Колекцион диалога». Грамматика представлена на четырех уровнях, литература, фонетика, лексика на двух, цивилизация на двух и коммуникациональный диалог на одном уровне, на уровне В1. «Коллеги, я постаралась кратко очень…» Татьяна Николаевна, спасибо большое за Ваше браво. Постаралась кратко рассказать все, что узнала нового, интересного, какие изменения у нас произошли в издательстве «Клинар на финаль». Сейчас я буду Вам рассказывать про наши контакты, где все это можно купить. Если у Вас есть вопросы, готовы на них ответить, пишите Ваши сообщения. Итак, наши основные сайты, где всю информацию про пособия можно найти. На основном сайте образовательной компании Reload, www.reload.ru Пособия, полная информация про каждый данный учебник, а также про все остальные учебники, которые есть в заднике, на сайте интернет-магазина, на презентацию, которую можно скачать себе, если у Вас остались вопросы или Вы хотите более подробно изучить что-то о наших учебниках, а также электронный сертификат за присутствие на сегодняшнем вебинаре. Если вопросов нет, хочу Вас поблагодарить за внимание. Заходите на все наши сайты, посещайте наши вебинары. Хочу Вам пожелать... Спасибо. Хочу Вам пожелать успехов в Вашем нелегком труде. Давайте не будем забывать про французский язык, потому что это язык, великий язык, великой страны, и, конечно, наши пособия делают его изучение очень приятным, интересным для любых учеников любого возраста. Еще раз спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok